ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, товарищи мускайчи! Я снова на РМРП и снова в роли майора ГИБДД. А почему? А потому что будни ДПС подъехали. Перед тем, как мы начнем, хочу отметить, что я активно почитал комменты под прошлыми роликами и выяснил, что у некоторых ребят нет ГТА 5, для того, чтобы поиграть на РМРП и в целом хотя бы прикоснуться к рыжу. Поэтому в своем телеграм-канале я решил в тестовом режиме разыграть один ключик на ГТА-шку. Если вам такое зайдет, то, наверное, эти розыгрыши будут делаться чаще. А пока ты можешь, отсканировав QR-код на экране или перейдя по ссылке, подписаться на мой ТГ и поучаствовать в розыгрыше. Особенно, если у тебя реально нет игры. Ну а я, как уже говорил, сегодня снова на РМРП. Ссылка на проект в описании и закрепленном комменте. Обязательно скачивайте и вводите мой промокод KIP, чтобы получить 30 тысяч денег и кейс Boomer на старте. А мы погнали к ролику. Так, ролик снова начинается из отдела и тут у нас сотрудники что-то чилят, стоят, не знаю, в раздевалочке. Это, я так понимаю, уже не рядики, потому что у них кепки есть, а у рядиков кепок нет. В общем, что-то стоят чилят, не знаю, что они здесь делают. А тут у нас, я так понимаю, сидят ребята, которые на набор пришли. Когда он будет, я тоже не знаю, но они, видимо, сидят и ждут, пока он будет. Ну а мы сегодня снова на Октавии. Надо, конечно, бы ее помыть, подзаправить. Да, подзаправить и помыть ее не мешало бы. Выскакиваем с парковки и сразу едем в сторону сити. Почему в сторону сити? Потому что, по-моему, там у нас ближайшая и заправка, и мойка. Фига у нас тут пост из пяти машин патрульных. Наверное, сегодня мы снова в начале ролика постоим на посту, потому что я видел, что в комментариях просили именно пост, именно постопать машинки. Там, не знаю, за какие-то такие надружения по типу тонировки, наверное, и так далее, постопаем. Все же, знаете, пост не пост, хотелось бы на чистой машине стоять, на красивенькой, чтобы, так скажем, она сияла в прямом и переносном смысле. Так, в общем-то, поскольку мы помыли машину и заправили, можно с чистой совестью выезжать на пост. Думаю, что встанем мы куда-то вот сюда, потому что здесь свободно. Почему бы тогда и не встать сюда, правильно? Мигалочи включим, и, наверное, сейчас сразу камерку поставим, чтобы она была. Потому что камерка, как мы помним по прошлым видосам, это деньги. Ну и в целом, она как-то, знаете, мотивирует людей не нарушать, что ли, не превышает лишний раз. Ну, не всех, правда, но кого-то точно мотивирует. Не хватает места, чтобы разместить. Почему? Блин, столько чилов проезжает, пока я эту камеру пытаюсь воткнуть дурацкую. Может, ее вот сюда поставить? Она, наверное, будет регать. Блин, если есть камера. Блин, то места не хватает, то камера есть где-то уже в этом месте. А где эта камера есть, собственно, спрашивается. А, вот чил с камерой стоит. Ё-моё. Стоит, что-то, блин, кто-то городил. Понятненько. Опа, ну не, подожди. У нас тут какие-то тараны происходят. Нужно стопануть этого чела. Так, китайская херня, прижимаемся, останавливаемся. Чувак! Хуй тебя, товарищ. Опа, ну, понятненько, погоня. Да, мы даже не успели на пост встать, но уже увидели нарушителя, который там таранит чулака. Это на нанесение урона без оружия. Ну, нанесение вреда без оружия. Вот, это у нас тоже наказуемо по УАКу. Это у нас уже сдержание, это у нас уже не штраф. По-моему, у нас еще одна Веста подключилась к погоне. Это неплохо. Прижимаемся, останавливаемся. Китайская херня. Блин, на своей шестерке, блин, едет. Мешает. Так. Смотри, у нас уже три патрульки за ним подцепилось. Там сзади еще он ховал, и Веста едет. И я, получается. Да, все правильно, получается. Смотри, три патрульки. Блин, ну, пизда, ребят, вы где учить водились? Он пытается через всякие там, не знаю, задворки какие-то уйти, но хер у него это получится, потому что я-то профессионал, понимаете? Я-то не первый день уже в этом погонном деле. Ему от меня уже по-любому не скрыться. Я вот-вот в этом реально уверен на сто процентов, что если у меня сейчас ничего плохого не случится, типа там вылета из игры или какого-то залага... Вот такого залага, блядь. Так, окей, ладно, он далеко решил не выезжать. Вон он, в принципе, развернулся в этом же залаге, и за ним вон как раз-таки еще две машины летит. Так. Разворачивается. А мы сразу за ним. И он сразу по тротуарам зачем-то вокруг Кремля ездит. Нам бы только выехать из зеленой зоны на самом деле, прижать его, и все, и он будет сразу задержан за неподчинение законному требованию и так далее, там подобное. Но тут, на сожалению, просто ПКД зеленая зона. Поэтому у нас это вряд ли получится сделать. Он, в принципе, по ней и катается, поэтому неудивительно. Он решил зачем-то заехать в Кремль. Че? Слушай, странные маневры, конечно, очень странные маневры. Че он пытается этим сделать, честно говоря, не совсем понимаю, потому что ничего сложного, чтобы вот так вот маневрировать за ним, я не вижу. Вот, поэтому из вида я вряд ли его сейчас потеряю. Ну, по крайней мере, не должен. Нам бы как-то прижать его, но я не понимаю, как это сделать в зеленой зоне. Точнее, я больше не понимаю, зачем это делать в зеленой зоне, потому что если мы прижмем его в зеленой зоне, мы ничего сделать не сможем. Его, конечно, можно выйти и выкинуть из машины, но, скорее всего, он просто-напросто успеет уехать. Тут нужно, не знаю, как-то может выходить тайзером. Ой, он еще и просто таранит машины. А где мои вот напарники? Я не понимаю, куда они, блядь, отцепились? Почему вот был хавал, была веста? Ой, он просто всех таранит. Не, ну это уже на самом деле, это уже нарушение правил сервера. Поэтому этот чувачок у нас отлетает в бан, по-любому. Это, блядь, 100%. Блин, короче, надо сейчас его айдишник увидеть. Да, 28618 у него айдишник. Так, и на ходу попробовать репорт закинуть на него, потому что я вряд ли смогу... А, нет, подожди, я покинул безопасную зону. Погоди, погоди, мы не в безопасной зоне. Блядь, ну, еб... Видел, нахуй. Видел и решил не объезжать. Понимаешь, вот и Росгвардия, блядь, пожалуйста, уедет. Начал обратно в зеленую зону, еще и по встречке херачит. 28618, да, по-моему, у него айдишник. Надо в репорт на него кинуть. Но я, к сожалению, вообще никак не успею сделать. Но он просто сбивает игроков, я не знаю. Почему нельзя по нему огонь была уже открыть вот тому сотруднику, который только что стоял и того, которого он сбил. У нас тут квартиру, кстати, грабят. А у нас погоня. Заебись. Так, ну, он сейчас, конечно, не в самое лучшее место заехал в целом. Вот и все, нахуй, вот и все. Опа! Снова бодикамеру забыл надеть. Что такое? Сейчас есть два варианта развития событий. Чувак у нас ливнул, но я успел нацепить на него наручники. Либо он сейчас вернется в игру и окажется у меня в машине сразу же, что он и сделал. Либо он сейчас снова выйдет из игры и попадет в тюрьму на три часа. А не на то, сколько у него есть. В общем-то, да, он снова вышел из игры от задержания, поэтому поехали пока что в КПЗ и подождем 7 минут там. Если он не вернется, то просто-напросто продолжим патруль. В общем, по итогу чувак вернулся в игру и мне все-таки пришлось продолжить с ним процессуальные действия. И раз уж у меня была такая возможность, я хотел выдать максимальный уровень розыска хотя бы за то, что чувак заранил игроков и это очень неправильно. Поэтому я обыскал его, нашел всякие запрещенные материалы, которые изъял. Чуваку почему-то это не понравилось. Ну ты сволочь вообще. Ты сволочь, сволочь. Ты сволочь. Да ты сволочь. Ты сволочь. Ну и все, пацок в тюрьме, а я пошел патрулить дальше. Опа-на. А там у нас тонировочка, по-моему. Давайте мы стопанем машинку и поедем за ней. Я уверен, что она сейчас снова не остановится тоже. Машина не зарегистрирована, 34-й там за рулем. Поехали, значит, за ним. Или все-таки он остановился? Ой, к нам кто-то идет. Ой, блядь, конечно же он сразу... Он остановился и сразу поехал. Ну да, конечно. Снова погоня, ребята, снова погоня. Не знаю, что-то мы сегодня прям вот не можем постоять на посту. Вот у меня на самом деле никогда не получается постоять. Черный мустанг, останавливаемся, прижимаемся немедленно. Вот, у меня никогда почему-то не получается именно постоять на посту, поостанавливать народ там за тонировку и за все подобное. Почему-то каждый раз постоянно все заканчивается в погоней. Вот это реально самое, не знаю, обидное в каком-то смысле. В погоне это, конечно, интересно, но хочется, знаете, просто реально постоять. С палочкой остановил, штрафик выписал. Вот какой-то такой контент. Потому что, в принципе, в комментариях только контент просили. Но, ребята, не получается никак. Вот, извините. Делайте со мной что хотите, но... Ой, он еще какой-то ху-тморут. Ой, сразу вышел. Уй, тёбок ехал. Это тоже какой-то ху-тморет. Понятненько. Ладно, окей, эта погоня закончилась довольно быстро. Чел сразу понял то, что не вывозит. И, в общем-то, сразу офнулся. Не знаю, мне кажется, с этим нужно что-то делать. Потому что такого стало прям очень много, что чувак просто офуется при задержании или чем-то подобном. И вот в этом случае я просто не мог успеть на него надеть наручники. Он вышел. Вот, не знаю. Надеюсь, разработчики в будущем как-то пофиксят. Добавят какую-нибудь систему. Вот, как-то, знаешь, по типу той, что вот в Сампе есть. Когда ты кидаешь чуваку в погоню. И выйти он, соответственно, уже не может. Мне кажется, это было бы очень кстати. О, Волга. О, Матис по встречке проехал. Останавливаем его. И сразу за ним. Красный Матис, красный Матис. Он поехал направо. Так, номера у него были 617. Нов. И поехал он направо. Он не остановился. Поэтому, скорее всего, сейчас нам придет об этом предупреждение. И мы просто-напросто ему еще и розыск выдадим. Блин, а куда он вот мог поехать? Он просто уехал направо. И куда? Я не понимаю. А, подожди. Вон он. Вон он спереди. Но у него точно была встречка. Я это зафиксировал. Поэтому сейчас мы будем его стопать. Матис, прижимаемся. Останавливаемся. А что я сделал? А что я сделал-то? И продолжает дальше выезжать. Правильно я понимаю? Матис, прижимаемся. Останавливаемся. Чуть делик нас не снес. Ладненько, понятненько. Будем, значит, применять спецманевры. Потому что иначе я не вижу по-другому, как его остановить. А, ой, ну у нас срез пошел. Ну, в общем-то, мне что мешает сделать точно так же, правильно? Да в целом мне ничего не мешает. Снял на руки из технического поезда, тем наделан человек напротив. Нет, гражданин, а что я сделал? Вы не остановились по требованию. Это раз. Вы проезжали по встречке. Это два. Вас не слышно даже было. Я смотрю, вы тараните меня. Я же спрашивал. За вами автомобиль. За вами едет патрульный автомобиль с мигалками. Вас преследуют. Вопросов это у вас никаких не вызывает? Блин, я думал, вы не за мной. Вот тут меня только затаранили, я уже, походу, гоню. Вот не за вами. Вас, кроме вас, никого не было, гражданин. Я вам в мегафон говорил, останавливаемся. Еще на посту, получается, в Мирном Сити, я вам так же дал предупреждение об остановке. С помощью жезла вы не остановились. У меня не было. У меня было, типа, штраф какой-то там появился. Что-то, 2-250 рублей. Но я не понял, за что. В любом случае, за вами уже началась погоня. Вы также не подчинились моему требованию об остановке. Начали уезжать вон в какие-то там парки и так далее. Но уже было очевидно, что вы именно уходите от погони. Сэр, извините, пожалуйста. Просто я не думал, что... Извините, не извините. Ну, в общем, сейчас составлю протокол. Так уж и быть, я не буду вас сейчас отвозить никуда в КПЗ, задерживать и так далее. Просто я думал, что вы посадите меня за что-то. Но просто я не понял, что я сделал-то. Ну, я понимаю, я вас, у вас услышал. Скажу, так пойду к вам навстречу. Вот, потому что вы на Матизе и вообще... Вот на этом моменте прошу ваше внимание обратить на вот этот вот черный команд. В процессе разговора с этим гражданином я заподозрил что-то неладное от этого команда и, в общем-то, не ошибся. Бандитник, видимо, решил помочь задержанному, но... Что там, по-моему, лох конкретный? Потому что по мне вообще не попадает. Далее, в общем-то, особо ничего интересного не было. Тот бандитник ливнул, а я просто-напросто продолжил составлять протокол гражданину. А уже, правда, в более безопасном месте. И выписал ему прям минимальный штраф, который даже в ПДД не прописан. Ну, просто потому что решил пойти навстречу. Так, да, у камеры три заряда осталось. Два заряда осталось. Надо как можно скорее перезапустить ее. Так, и камера у нас продолжает работу. А я, собственно, что? А я, собственно... Ой-ой-ой, пятнашечка, пятнашечка, пятнашечка с тонировочкой. Останавливаем 004 ОРУ. И сразу за ним, потому что он, возможно, не остановится. А если остановится, то к нему, естественно, нужно подъехать. Я думаю, что это очевидно. Не, ладно, окей, куда пятнашка пропала, я, честно говоря, не понял. И почему мне не пришло оповещение о том, что он уехал, я тоже не понял. А, нет, подожди, вот. Все, окей, пришло оповещение. Продолжаем, короче, до стоять на посту. Очень мало машин с тонировкой проезжает, если по правде говорить. А вот тут, по-моему, у нас есть тонировочка. Еще очень какое-то странное опасное вождение. И он у нас... Серьезно, он у нас не останавливается? Ну, по-моему, он... Да, он останавливаться не собирается. Окей, значит, снова погоня. Я не знаю, я говорю, я реально пытаюсь вот стоять на посту и искать людей, которые у нас будут останавливаться. Которые мы сможем сразу на месте выписывать протокол и так далее. Как вы и просили в комментариях. Но это просто не... Этого просто не происходит. BMW E34. Прижимаемся к обочине, останавливаемся. Все-таки погоня. Все-таки погоня. Я вот сейчас думал, он все-таки остановится, и мы сможем с ним, скажем так, поговорить. Но нет. Погоня так погоня. Самое обидное, что погоня заканчивается тем, что его нужно везти в КПЗ, сажать вот в эту тюрьму, блин, грёбаную. И... И он только что заехал в тупик. Хорошо, я тормозну. Я тормозну сейчас, я тормозну. О, езда по встречке за Матизом. Не знаю, зачем он так едет, но надо было ему еще хотя бы пред дать. Так, синий Матиз, я его, в принципе, вижу. Главное, его не потерять из виду, потому что я, если честно, номера его не успел посмотреть. Так, Матиз, останавливаемся, прижимаемся к обочине. Открою его окно. О, отлично, еще и окно открыли сразу. Здравия желаю, гражданин. Майор ГИБДД Киповский. Заметил за вами нарушение, очень грубое. Вы там по встречке поехали? Да, я не отобрался в знаках и виноват. Не спорю. Не знаю свою ошибку. Я вас услышал, поэтому в этот раз я пойду к вам на встречу. Мне, в принципе, не сложно. Особенно, я так понимаю, вы совсем недавно приехали на Матизом. Документы мне предъявить? Документы? Ну, давайте на проверку, да. Водительское удостоверение. Если больше нарушений у вас нет, то, в принципе, обойдемся предупреждением. Значит, взял удостоверение, внимательно с ним ознакомился. Так, Илья Гордеев. У вас, получается, права тоже только сегодня получены. Ну, в общем, в этом плане у вас никаких нарушений нет. Тонировки тоже у вас нет. Да, поэтому обойдемся предупреждением. На будущее будьте аккуратнее. По встречке не катайтесь, потому что... Ага, я виноват. Скажем так, просто вы на Матизе в менее выигрышной ситуации, нежели другие участники дорожного движения на более, скажем так, металлических машинах. Ну, понятно. Все, всего хорошего. И масочку, если что, вот эту вот, по-моему, в общественном месте носить нельзя. Она считается криминальной, поэтому поаккуратнее. Матиз обработали. Ну, как обработали? Я его просто-напросто отпустил, потому что чувак сразу, да, я нарушил, извинился. И в этом случае я считаю, что как минимум можно пойти навстречу, потому что, ну, это новичок. Вот, он что-то где-то не разобрался, что-то где-то срезал, не знал, что его могут так остановить. И теперь он знает, надеюсь, он так больше не будет нарушать. О, Гелендваген едет, погоди-ка. Неужели он на тонировочке? Останавливаем его. И он у нас, по-моему, остановился. А, нет, смотри, он сам подъедет, наверное. Блин, красавчик. Вот пока что на Гелике чувак капитальный. А, у него еще и номеров нет. Здравия желаю, гражданин, как слышно? Нормально. Отлично. Здравия желаю, майор ГИБДТ Киповский. Значит, вы были остановлены за подозрение о тонировочке. И еще заметил то, что у вас отсутствует ГРЗ. Только купил. Да без проблем, если только купили, то по всей строгости наказывать не будем. Но просто в таком случае предоставьте тех паспорт. Да. Только давайте мы на тротуар отойдем, потому что, сами понимаете, тут опасно стоять. А, да, все по паспорту. У вас тонировочка в хлам. У нас такая тонировочка запрещена. Максимально должна быть прозрачная. Я только купил, не успел растонировать. Ну, в общем-то, я вас услышал. Да, я готов войти в положение. Поэтому предлагаю проследовать за мной в отдел ГИБДД. Там сейчас я зарегистрирую вашу машину. Внесу в базу данных. И с тонировочкой, ну, уже закрою я глаза. Вы там уже как бы сами решите. Так, значит, паспорт вашего транспортного средства у меня есть. Права вы тоже мне показывали. Сейчас я сбегаю, быстренько все оформлю. Прибегу и номера вам поставлю. Погодите пока тут. Парень на самом деле капитальный красавчик. Он очень адекватно отреагировал на то, что я его остановил. На то, что у него нет номеров. И тонировка он даже придумал оправдание некое. Вот, поэтому я его сейчас, в принципе, внес во все базы данных. И я думаю, что можно просто бац и поставить ему номера без проблем. Почему бы реально не пойти навстречу? Потому что номера он все равно ставит, скорее всего, будет. Так, работа, регистрация транспортного средства. Значит, номера в руках. Взял, прицепил номера к переднему и заднему бамперу. Вот, смотрите, Е435АО 07. Ну, почти блатные номера. Правда, они вообще не блатные, но почти. Ни одной буквы, ни одной цифры не совпадает. Но почти блатные номера вам выпали. Блин, реально, вот я и люблю таких ребят. Такие ребята есть. Реально, такие ребята есть. И такие ребята, как я уже сказал, реально красавчики. Адекватно реагируют, не таранят, не уезжают. И вот, наверное, это сегодня единственный человек, который мы реально обработали, стоя на посту. Нам не пришлось за ним ехать, нам не пришлось его догонять. Он не дернул интернет, и он не сел в тюрьму. В чем проблема? Никогда не понимал. Вот реально, зачем уезжать? Тебя же догонят, тебя же посадят. Зачем? Я это не понимаю. Ну что, ребят, вот такие вот будни вышли. Надеюсь, они вам понравились. Я над этим роликом постарался. Поэтому не поскупитесь на лайк, комментарий и, естественно, подписку. Снова напомню про розыгрыш в телеграм-канале. Получить ключик на GTA 5 можно именно там. Ну, а я жду вас в будущих роликах. А пока что на этом все. Всем удачи и всем пока-пока.